коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель сегодня разберем такую тему как адаптация уровня при пробойных моделях не всегда складываются ситуации когда младший таймфрейм и там 15 минут к 5 минут к формирует так называемую предпробойную базу к самому дневному уровню очень часто бывает но пробой издалека здесь можно рассмотреть будет входы только с ретеста либо там лимитное удержание какое-то либо формирование пробойной картиночки уже непосредственно в пробойной плоскости то есть мы сначала преодолеваем уровень затем останавливаемся и к этой точке остановки локально уже начинаем поджиматься и вот здесь можно как раз таки из изыскать возможность постановки короткого стопа и забрать первичный импульс сначала схематично затем разберем на графике относительно уровня мы всегда смотрим да там уровень у нас как правило из истории либо локальная какая-то остановка и вот спустя какое-то время мы подходим и обязательно должны уровень подтвердить касанием либо неглубоким ложным пробоем а после встать в узкую на торговку либо сформировать поджатие и конечный вот этот момент опять-таки волатильность должна максимально снизиться и тогда можно будет пробовать забирать первичный пульс очень коротким стопом очень часто происходит ситуации когда после подхода цена начинает уровень пилить здесь все просто определяем границы и поджатие к нижней будем работать пробой если будет выходить в предпробойную плоскость опять-таки как будет выходить что будет формировать возможно здесь даже рассмотреть контртренд то есть может быть там внешний фото поменялся течение дня и домашка придется на смарку хотя я такое не рекомендую работать в обратную сторону против домашки что говорится да если на домашке шор значит я смотрю только шорт не пытаюсь забрать какие-то обратные движения бывают ситуации когда инструмент выходит пробойную плоскость и вот здесь пробойной плоскости начинает формировать точку входа на срыв то есть какой-то момент останавливает волатильность очень резко падает и после этого происходит тот самый импульс примере у нас сегодня унфи я надеюсь многие на ней прокатились самого верха разберем вот эту ситуацию когда после бурного роста нас остановили и затем мы сформировали понятную точку входа относительно дневки и срыв получился именно с дневки уровень с истории подтвержден подходом да здесь неглубокий ложный пробой плюс на торговочка как раз вот тот момент когда можно пробовать забирать на контртренд но так как на домашке short значит работаем short есть один ложный пробой здесь входить нельзя так как опять у нас издалека ложный пробой это ну как область для манипуляции до получается опять у нас нет реакции мы с вами разбирали уже подход к уровню и реакция такого размера да здесь то что не пускают к уровню это явное подтверждение до уровня то есть здесь стоят лимитные участники которые стремятся брать именно отбойные формации опять у нас сложный пробой и нет никакой реакции то есть у нас по хаям идет поджатие и в последний момент вот этот подход у нас падает волатильность и здесь небольшого разгончика происходит нисходящее движение в такие ситуации но здесь вопросов нет мы там расчетный стоп лосс либо за там откат за этот либо за на торговку если она очень узкая но в общем ищем здесь возможность куда спрятать свой стопик и вот в таких ситуациях как правило вопросов при входе не возникает но бывает что уровень как бы не необходимо немножко адаптировать если мы посмотрим сделку на продолжение то здесь относительно вот это движение которое стоялось у нас опять остановка и мы закрываемся близко к уровню но есть уже хвостик ложного пробоя данном случае наши действия будут немножко другого характера да мы относительно дневки можем рассматривать точки входа но по отдать но так как здесь все распильно то я бы смотрел далее уже сам экстремен несмотря на то что здесь вот как раз есть остановка с узкой торговкой но на пути есть препятствия и мы находимся в такой не очень области отсюда могут обратно вытащить тем более что последние вот эти вот заходы у нас нас вытаскивали повыше дальнейшее движение уровень 8 200 давайте еще раз на девку вот это у нас следующая остановка 8 200 опять ложный пробой и хвост ложного пробоя оказывается пробойной плоскости но чуть дальше чуть ниже до относительно уровня 8 200 формируется аналогичная картинка то есть мы останавливаемся и поджимаемся к локальной точке остановки то есть уровень немножко адаптируем и работаем пробой так как здесь лаи совсем рядышком до в ожидании что зацепим можно чуть посопровождать если слева будет пусто то есть вот этого не будет такой торговочке то еще лучше неплохо когда просто одиночные кита хвостовых пробоев есть можно и к ним подождать подхода то есть немножко нужно уровень с адаптировать и тогда можно будет пробовать забирать сделки в продолжении 6 748 тоже с истории и вот есть хвостик ложного пробоя и все уже отметил завтра наверное да на 13 декабря получается если нас не утащат и мы опять сюда пойдем можно будет пробовать работать дальше тем более здесь есть длиннющий хвост так что цели снижение дальнейшего там в сторону 58 можно будет посмотреть запоминаем относительно уровня . остановки если вываливаемся и здесь пробойной плоскости начинаем поджимать в продолжение то такие сделочки брать можно логичным образом поступать ни в коем случае нельзя если мы здесь вот в откате начинаем формировать такую точку на срыв если у нас уровень расположен на пути следования то есть здесь часто можно наблюдать манипуляции в такие сделки заходить нельзя под уровнем в пробойной плоскости если мы смотрим short продавать можно в предпробойной плоскости продавать не рекомендуется но и либо сопровождать нам я такой не приветствую используйте в своей торговле адаптируйте точку входа смотрите за счет кого будет движение чем больше подходов к каким-то даже локальным точкам чем больше подходов тем больше встречных участников которые прячут свои стоп-лоссы за хвостами и вот на этих стоп-лоссах мы катаемся вот применяйте всем удачи пока пока удачи